Микс Ньюс Добрый день, программа «Разворот» в прямом эфире. Меня зовут Андрей Ильишкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, а гость нашей сегодняшней программы – начальник госполиции Инскюзис. Здравствуйте, господин Кюзис. Ну, собрались мы по такому поводу, что господин Кюзис объявил о своей отставке, пока он еще находится в должности, но до 10 февраля. После этого полиции и Министерства внутренних дел предстоит найти нового начальника. А Инскюзис, я напомню, занимал эту должность. Кстати, чтоб я не ошибся, скажите вы сами. Ну, 3 февраля будет 8,5 лет. 8,5 лет. Но в системе МВД вы, кажется, 40 лет. Ну, да, уже 40-е годы, вислу года. Ну, как у вас, начнем с эмоциональных вообще ощущений, наверное, после того, как вы объявили об этом? Ну, конечно, как понимаете, это непростое решение, это не пришло в один день, это было в какой-то мере. Все-таки моя трудовая жизнь, это единственное место работы. Да, и, конечно, я тут отдал все, что у меня было, все, что у меня я фактически... И ни дня не жалея о том, что я сделал, что я делал, и, наверное, как говорят, если была бы повторность судьбы, я, наверное, делал бы то же самое. Потому что я, наверное, я так считаю, что я среди тех 15% людей, которые говорят, что его работа – это образ жизни, это как дополнительная работа, то есть это моя жизнь. Это моя жизнь, и, конечно, решение это было, ну, принято, ну, конечно, с волнением, и, ну, наверное, и я его, как говорится, ну, выжил, я его выносил и принял решение, что, ну, чтобы открыть следующие двери, надо идти закрыть. Но при этом вы сказали, что решили еще в Рождество, а объявили только сейчас. Да, это было, да, это фактически каждый, ну, каждый год, я думаю, что, наверное, в основном все люди так делают, потому что это конец года, это такой таинственный период, когда действительно ты, тем более в этом году очень много было, мало рабочих дней, больше было такого, и довольно спокойно было, и было, конечно, и этот раз тоже не было исключения, когда я задал вопрос, что я сделал, что еще хочу сделать, и, конечно, тогда я понял для себя, что хватит, что хватит, надо ставить точку, и надо давать возможность другим, молодым, может быть, ну, моложе людям все-таки, я еще из того поколения, который работал в милиции, который офицер был и в милиции, и прожил. В Елгаве начинали, да? Как? В Елгаве начинали? Нет, я начал в Тукумсе. А, в Тукумсе. Но в Елгаве тоже работали? Я не работал, я учился. Я учился в Елгаве, да. А в Тукумсе я начал после, ну, первое дежурство мое было 82-й год, с 30-го на 31-го декабря. Да, было такое, ну, такое. Так что это все было, ну, и решил, да, что надо все-таки давать. Не о том, что, не то, что я устал, что я, у меня полнее энергии, я знаю, что с этим делать, как себе настроить. И просто, ну, у каждого есть свой период. И, наверное, единственное, что бы я не делал, если второй раз, у нас, скажем, начальник полиции на 5 лет, и потом можно еще на 5 лет продлиться. Наверное, если второй раз бы, я, наверное, после 5 лет, наверное, уже остановился бы. Потому что, ну, 10 лет... Да, то есть один срок бы. Да, да, 10 лет проработать, прослужить начальником полиции. Понимаете, эта должность, она как бомба, она как... А ты каждый день все время как белка в этом, да, и все время какие-то вопросы, все время тебе надо решать. В каждой работе есть такой. Но тут они все такие довольно серьезные, что касается людьми и судьб людей и так далее. И кризисные ситуации, то, что я, наверное, научился опознать эти кризисные ситуации и их принять. Или как, может, если так говорить, я, наверное, уже так больше эмоционально, да, о том, что фактически я научился то, что мы понимаем, что мы не можем влиять на то, что происходит вокруг нас. Мы не можем. Эти происходят, конечно, есть как объективные, но мы можем их принять, как каждый по-другому. Как с ним жить и как его понимать и что с ним делать. Вот это очень важно, да. И я благодарен, что фактически я это научился. Я знаю, как опознать и что делать с этим. И это очень важно. А есть ли примеры приводить вот к такой ситуации? Ну, наверное, моей службы, я думаю, пять. Пять было таких ситуаций, которые, ну, очень глубоко сели. Ну, конечно, первый – это 1991 год. Это однозначно. У меня жизнь сложилась так, что я был интернатский. Я со своей детства фактически провел в интернате. Ну, интернате, как понимаете, там это уже как… Система. Система, да. Фактически та система. И все это шло к тому. И когда в 1991 году начали говорить, что есть что-то по-другому, чтобы было что-то по-другому, для меня это было… И это для меня было очень важно понять, действительно, это так. И, конечно, первое было родителями. Говорю, а почему? Я ничего не знаю. Ну, мы тебя спасали, да, чтобы ты не знал этого. Ну, это было первое, конечно. Это было первое впечатление. И ни малейшего сомнения не было о том, что откуда я и куда я иду, и что я буду давать. Мне жизнь получилась три раза клятву давать. Да, три раза. Поскольку наша служба все-таки именно важна, потому что отличается от того, что мы даем клятву, да. А три раза в связи с тем, что менялись режимы и… Ну, в армии, да, когда я пошел, да, потом в милицию и потом в полицию, да. О самых вот главных таких событиях и случаях мы еще поговорим. Я просто еще хочу по поводу вашего ухода спросить. Вы сами сказали, что это не связано с усталостью. Если сказать честно, вы не производите впечатление усталого именно человека. И в пресс-конференции вы сказали, что уходите не для того, чтобы нянчить уже детей и так далее. Но при этом срок ваших полномочий истекает в следующем году, в 21-м. Вопрос, почему? Ведь не такой большой срок. Вы ведь могли спокойно вот еще доработать этот год, ну, год с лишним. И никаких досрочных уходов бы не было. Нет, вопрос не в том, что спокойно. В том-то и вопрос. Я не умею спокойно дорабатывать, да, и так далее. Я все-таки должен... И, наверное, тут сложилось то, что последние три года я очень много уделял внимания, скажем, полиции будущего. Это реформа, это униформа, это фактически трафарет, и это структура фактически. И сегодня, в конце года, фактически полиция готова к взлету. То есть это все подготовлено. А финансы готовы? Фактически все сложено, как что-то делать, там все прекрасно, тем более, что сейчас с 1 января полицейские все получат больше зарплаты, да, и то, что... Фактически это все было сделано, и я понял, что это, наверное, когда это в конце года, я понял, что новую полицию должен делать новый человек. Я создал, я сделал платформу, и, может быть, там какие-то ситуации, что можно поменять или как, но сегодня полиция готова к взлету, она готова к переменам. По поводу преемника, вот сейчас, во-первых, обсуждается, каким образом преемник будет найден, прозвучали имена, вы в том числе озвучили имена Андрея Гришина, Юриуса Шулта. Ну вот тут два вопроса, по поводу озвученных кандидатов, они равносильны для вас, или вы кому-то даете предпочтение, и что бы вы обязательно хотели, чтобы новый глава полиции сохранил как начальник? И второй вопрос по поводу обсуждения того, как это будет сделано. Глава МВД предложил открытый конкурс, коалиция сказала нет, это все должно быть по-старому. Как вы считаете? Ну, наверное, я начну с того, что полиция не игрушечное поле, где можно какие-то игрушки взять, выкинуть, поставить, да. Это система, которая фактически существует и живет благодаря трим котам. Не котам, а китам. Это традиции, это субординация и это аутуритет. Фактически эти вещи, они держат полицию, и это должно... Если полиции каждый будет делать то, что он думает, как он лучше считает, но это ничему хорошему не приведет. Поэтому фактически эти вещи очень важны. И эти два кандидата, я их давно знаю, я с ними вместе работал, я с ними вместе, как мы говорим, в засадах был, спину прикрывали, я их знаю, они полицейские, они офицеры, с этим понятием, с долгом, ответственностью. Поэтому это ответ на этот вопрос. И то, что сегодня открытый конкурс на начальника полиции, мы не готовы к этому. И нужно ли это делать? Мы знаем, что сегодня... То есть нужны проверенные люди, грубо говоря? Мы знаем, что сегодня владеет в мире информацией. Кто информирует? Полиция очень легко использовать, скажем, в всяких играх. Я фактически, пока я был начальником, я никогда и никому не позволял, чтобы с полицией игрались. И это очень важно. Нам есть очень много информации о том, что происходит, как происходит, почему происходит. И это мы используем для наших целей, для обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью. Два наших основных задания. И поэтому, я думаю, что очень правильное решение сегодня сделать открытый конкурс, чтобы, ну, человек, который есть юридическое образование, и он работает, не знаю, в какой-то сфере, и он может... Во-первых, это будет конкурс, это очень важно, это CV, кто выигрывает, да. Сегодня с Кембриджем или Оксфордом, это не означает, что ты можешь... Это умение работать, как я уже говорил, с нестандартными ситуациями. Это умение сплачивать людей. Я тоже не хочу гордиться собой, но знаем, что вокруг наши тоже общественные, не общественные структуры у всех все-таки были какие-то моменты, да, когда внутренние конфликты, через прессу разговаривают. В полиции 150 раз больше проблем, чем у них месть. Но всегда такого не было. Мы должны это все держать, и это фактически очень важно, чтобы не отпустить... А есть, если коротко, предположение, в чем, почему вообще, например, глава МВД решил вот такое предложение выдвинуть? В чем преимущество там, что это дает тому же МВД, может быть? Ну, я могу только то, что я слышу и что пишет, да, о том, что он хочет, чтобы открыто было, чтобы не только профессионалы, но и люди, которые образованные, которые зрения, скажем, больше, да, я говорю, все-таки тут в первую очередь это система. Это система, это они, поэтому в отношении на нас не распространяется общее трудовое законодательство. Мы, как говорится, подчиняемся, закон об прохождении службы. У нас есть отдельный закон, который нам объясняет, как и что делать. Устав, скажем. Ну, наверняка вы уже, конечно, устали от вопросов по поводу связи вашей отставки с словами, выпадами и прочим со стороны главы МВД, но, тем не менее, конечно, невозможно не спросить, уж очень много, кажется, совпадений здесь есть. Критика действительно звучала на протяжении всего года. Вот как только Гирген вступил в должность, это я посмотрел и весна, и лето, и потом осень, такая последовательная критика и полиции, и вас лично. Ну, вот сейчас уже что вы можете сказать? Насколько повлияло все-таки? Я прекрасно, ну, тут, конечно, ответ, наверное, будет, если так образно говоря, это будет, ну, все, субъективно-объективный фактор, месть. Я никогда не боялся ответственности, я никогда не отсиживался, скажем так, где-то за спиной, я всегда был впереди, и был готов принимать решения, и всегда готов идти. Конечно, жизнь идет вперед, жизнь меняется, люди меняются, меняются, скажем, ну, ценности, меняются, ну, скажем, отношения людей, да, все меняется, и мы должны меняться вместе с этим, да. Еще раз говорю, не в том, что я прекрасно, я знаю, как, это не первый раз, когда критиковали мою работу, потому что полицию всегда критикуют, по-моему, полиция одна из тех, той службы, что критикирует все. Ну, да. Все, и поэтому, ну, не то, что вот только критикируют... Но, тем не менее, одно дело все, другое дело министра внутренних дел. Ну, у него такая работа, да, у него такая работа, и еще раз говорю, я, мне с ним было... Да, в общем, вы с его критикой насколько-нибудь, то есть там звучали все разные вещи, что Кьюзерс не мог принять новые порядки, новые требования, понял, что такая интенсивная работа не для него, вот все вот это вот. Ну, это я, конечно, я всегда, когда мы встречались, я оспаривал эти предположения, сказал, что это не так, что это так, и, конечно, коммуникация всегда вопрос, как люди находят, да. Как я сказал, ну, наверное, и в каком-то мере, наверное, и не то, что я вот ушел только потому, что, я сказал, основная моя ухода связана именно с тем, что такой очень большой период в моей жизни закончился, именно это, как, по-русски говорят, гембельская работа, фактически это постройка, это новая система, фактически сделано, и это должно идти дальше. Это может быть совпадение, так что совпало идти. Если было бы, наверное, еще год, надо было бы что-то делать, да, скажем, я, наверное, бы по-другому относился, ведь, ну, поскольку это фактически сегодня уже готово все, да, и поэтому чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Инскюзис, шеф госполиции у нас в гостях, короткая пауза, буквально через минуту вернемся. Продолжаем, Инскюзис, глава госполиции у нас сегодня в гостях, вот по поводу отношений с главой МВД, с Андессом Гиргенсом еще немножко поговорим. В своей критике, там, по-моему, это вот как раз осенью и было, Гиргенс сказал, что у вас с ним есть уговор, если еще кто-то из полиции будет там пойман на коррупции, скажем так, а кто вы подаете в отставку. Был такой уговор у вас? Или как это все было? У нас был разговор на что такое, то есть то, что в полиции, в полиции бывают всякие люди, полиция очень большая, и сказать, что в полиции фактически никогда не будет нарушений, да, это фактически, такого и говорить нельзя. И поэтому бывает, что мы сами очищаемся. Фактически есть бюро внутренних расследований, да, которые периодично задерживают, ну, сейчас, слава богу, в последнее время меньше и меньше, да, но задерживают полицейских. Ну и вопрос, кого должны задерживать, чтобы вы ушли, да? Что такое висок? Я говорю, ну, это, наверное, мой заместитель, да, или, скажем так, мои заместители, там, начальник региону, скажем так, ну, действительно, ну, просто вопрос был такой. И тогда попался эта ситуация, что в Латгале, да, где... В Латгале, да, 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 ну, довольно высокопоставленный там. Ну, ну, он не был, он ниже начальника участка. Так что тут ставить, и тоже, насколько сегодня промой начальник может повлиять на то, что делает человек, скажем, подчиненный, тоже очень... Не, ну, некоторые тенденции есть. Вот как раз если про коррупцию говорить просто, вы, ну, если округлим, вот там, 10 лет возьмем, вы в Риге работали, получается, примерно 10 лет. С одной стороны, мы видим, что уровень коррупции явно понизился, и там, я не скажу ничего нового, если скажу, что там дорожная полиция, это большой шаг вперед, сейчас уже там, как говорится, на лапу уже не дашь, да, как раньше уже и камеры, и все такое. С другой стороны, мы видим, все-таки случаются громкие истории. Ну, вот Латгала одна из, до этого тоже было. Как вам кажется, вот коррупция, это по-прежнему актуальная проблема для полиции? Да. Это, конечно, мы не должны все время задуматься об этом. Потому что, фактически, это среда, где человек работает, и он сталкивается. Сталкивается с вещами ежедневно, которые, фактически, могут ее соблазнить. И вопрос, насколько он тверд и готов это не делать. Это именно, то есть человек принимает решение сам. Нет такого, что начальник дает, в небо у нас такого дела, что какой-то уровень начальник дает приказ, иди, бери взятку или так далее. То есть человек в какой-то мере, в какой-то работе сталкивается с ситуацией и решает, я возьму, или я буду делать должностное преступление. Он для себя решает и делает. Но есть контроль при этом со стороны верха. Я понимаю, что есть прямой начальник, но если он самостоятельный, если он чиновник, который фактически подписался, он полностью подписался, что он знает, что такое коррупция, что он все риски понимает, и он все будет делать. То есть тоже есть такое, что, во-первых, он решает это. И если он пойдет к начальнику и говорит, слушай, вот у меня такая ситуация, что мне делать? Есть вопрос, где как ты опознаешь эту ситуацию, и очень важно, если у человека, скажем, много долгов, это уже такие риски, риски, которые должны быть оценены, и при ситуации уже, скажем, ликвидированы или перемещены. Но вот такие предложения, помните, звучали, что полицейского в кармане не должно быть больше, чем 30 евро, вот это все, как вам кажется, они справедливые, действенные, эффективные? Ну, это было то время, когда началось. Вот это фактически было лет, года три обратно, когда фактически это все началось. Сегодня это уже норма. Сегодня это норма, и никто не отспаривает это. И если фактически человек приходит на работу, то он, зачем ему деньги нужны? Сегодня служба 12 часов, да, если хочешь покушать, да, есть тебе возможность, зачем тебе 500 евро в кармане, зачем? А вот Гиргенс, когда все о всем этом говорил публично, у него была тоже пресс-конференция, он так выразился, он сказал, у нас в Латвии такой менталитет, он сказал, зарплаты низкие, всегда хотим где-то хапнуть. Что можете сказать по этому поводу, согласны с ним? Ну, есть какие-то, но не сказать, что это догма, что это, потому что малые зарплаты, поэтому берет, нет, не так. Это то же самое, что можно сказать, можно платить полицейскому, не знаю, 10 тысяч в месяц, и думать, что не будет коррупции? Будет все-таки. Конечно будет, потому что это, что такое преступность? Это уже, это уже мы идем, вопрос криминологический, да, тут сказать, что зарплата будет та, что полностью искренне, нету в мире ни одной страны, где не было бы преступности, к сожалению. Но есть понятие уровня. Ну да, ну конечно уровня. И не скажем, что в Латвии очень небольшой уровень преступности, кончайте. Вы что? Давайте примем звонок, наденьте наушники, потом к другим темам перейдем. Да, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня такое мнение, не только у меня. Пришли пульки молодые на должность министров и начали расчищать просто поляну для своих драугов. Вы могли бы еще 8 лет отработать, это многие говорят. Также уволили, который по местам заключения, опытный генерал. Понимаете, тут, если таких вставить, пульков на руководить, тут вообще некому будет руководить. Их надо гнать с должности министров и метлу им вручить. Поняли, поняли. Наверное, Вэлф что-то имел в виду, да? Слушатель, но он, по-моему, сам ушел. Да, да, у него действительно была ситуация с здоровьем. Но вы можете прокомментировать. Как я говорил, все меняется. Сегодня мир меняется. Меняются люди, меняются обычаи, меняются. Ценности, все меняется. И также и политики меняются, и требования меняются. Но вот вопрос, который радиослушатель задал, это в лучшую ли сторону меняется? Вот в чем вопрос. Ну, это мы можем только сказать после. Да, сейчас мы видим, это факт. Ну, вы можете за 10 лет сказать. Сегодня сказать, что приходят пуйки или не пуйки, да, это вопрос. Это люди, которые были в выборе и выбрали. Народ же выбрал, выбрали депутатов, и фактически правительство – это то, что было выбрано. И тут сказать, что кто-то приходит, это было бы… Это вот насчет полиции можно так сказать, что можно открыть такой очень большой конкурс, да, и попасть оттуда, ничего подобного, да. По поводу самых значимых дат, вот вас в должности, ваших в должности начальника, вы назвали борьбу со спайсами, зольтуцкую трагедию также упомянули. Если чуть поподробнее, вот, ну, при этом достаточно коротко, потому что у нас не так много времени, но и хотелось бы еще что-то обсудить. Что эти события вот привнесли для вас, как для начальника, как для полицейского, как для человека? Ну, наверное, я сказал коротко, да. Первый – это, конечно, 1991 год. Второй – это был 2009 год, 13 января. Я не знал, что такое, как это. Для Латвии это да. Да, это было, то есть, и ваша работа полиции поменялась очень… Мы первый раз видели, что такое массовые беспорядки. И что такое. Это второе. Третье – это 2011 год. Это январь, 27-й, Якопилс. Когда мы видим, что полицейские могут убивать. Бывшие полицейские нападают на Феникс? Они не были убившие. Они были действующие. Они были действующие. Что они могут совершать преступление и убивать же своих. Это для меня было… Третье. Ну, это, простите, вот с Фениксом в случае. Это было такое веяние времени? Кризис происходил очень много. Или это были там частные случаи, частные люди? Как вам кажется? Это, наверное, был продукт этого времени. Это только что фактически была кризис. Это было сокращение… Хотя, опять, я не согласен с этим. Потому что зарплата не может быть основанием преступления. Вы думаете? Чаще всего людьми вот и деньги и движут… Ну, эти люди, если мы… Опять же, тут надо смотреть криминологию. Эти люди, которые сегодня получили очень жестокие наказания, они работали, дополнительные работы. Они зарабатывали. Они не были теми полицейскими, которые были, ну, скажем так… Бедствовали. Бедствовали. Нет. Дальше, конечно, это была ситуация… Спайсу, да, которые фактически показывали, да, что… Как можно случиться, государство, когда наркотики легализируются. И очень хорошо, наверное, и еще раз, я всегда это говорю, что у меня в жизни получилось так, что полиция и СМИ. Эта совместная работа очень много дает. Это четвертая власть, это… Это не только эта ситуация. Это и, можем сказать, рынок сейчас, который был и так далее. Да, там много ситуаций, которые фактически решаются. И насчет Спайсов. Мы уже, помню, в 2007 году писали, что надо криминализировать. Там ничего хорошего не будет, да. Там это новые виды бизнеса и так далее, и так далее. Куда это пошло? Это, конечно, было… Дальше, конечно, это было зло оттуда. Что-то такое я больше не хочу видеть. Это… Я первый раз находился в месте, где вокруг смерть. Ты стоишь там, ты делаешь все работы. Ну, вокруг у тебя такая аура, вокруг смерть и боль, и страх, и так далее. Ну, ты должен это делать. Ты должен идти. И эти люди, эти полицейские… Я там фактически все время почти проводил и на месте, и организовываю работу. Ну, те ребята, которые как спасатели, так и полицейские… Да, вы, глядя, спасатели в вашем подъезде жил, да? Да, да, да. Это, конечно… Это когда после первого раза я фактически уехал, думаю, я отключусь. Но когда я приехал домой, я смотрю свечки около моего подъезда. Я думал, что такое? И только потом я понял, что этот парнишка, с которым я каждое утро почти встречался, шли на работу, больше нет. И он отдал самое главное – жизнь за то, чтобы спасти. Это было, конечно, что… Не хотелось бы… Это война, это как война. А после 2013 года? Скажем, ну, таких очень серьезных вопросов. Конечно, это было вызовы, вызовы. И вообще, каждое утро, каждый день ты приходишь на работу. Я всегда говорю, если утром просыпаешься, у тебя нет ни рисков, ни вызовов, да? Ну, какая смысл жить, да? И, конечно, это была реформа. Это реформа, это все время какая-то ситуация, что мы видим. Ну, я сейчас коснулся тех самых таких очень-очень серьезных, которые повлияли на мою жизнь и оставили какие-то черты. По поводу, сейчас еще про громкие дела, может быть, еще скажем. Вот по поводу совместной работы вы упомянули, полиции и СМИ. Иногда все-таки, это несмотря на то, что часто это такая совместная работа, иногда ставят это как бы наоборот в упрек полиции. В частности, если говорить о Гиргенсе, он это говорил в рамках дела Рига Садоксма, понимаете, да? Он говорил о том, что его упрек был в том претензия, что полиция не заводит дела, вот работает якобы, по его словам, по принципу нет заявления, нет дела. А в то время как журналисты и госконтроль, в частности, явно указывают на то, что проблемы имеются. И вот еще, дополнить это, у нас сегодня в этой студии была глава госконтроля, господа Круменя, и она примерно то же самое сказала в контексте Лепойского металлурга. Что тоже явно и журналистами, и госконтролем было подтверждено, что деньги налогоплательщиков тратились, якобы спасая этот завод, который в итоге не был спасен. Полиция при этом как-то очень так вяло все это расследовала, и ни к чему вроде как не пришло. Вот что можете сказать по этому поводу? Абсолютно не согласен. Мы фактически... Да, конечно, надо всегда вспоминать, что фактически, что такое уголовно-процессуальный закон, потому что виновный можно признать только, если его вина доказана соответствующим законам. То, что сегодня заключение госконтроля нет, у него нет, скажем, какой-то доказательной формы, его должно быть перепроверяться и получить доказательство, которое соответствует уголовно-процессуальному закону. Это первое будет, если говорить конкретно о металлургии, что это неправильно. Мы увидели, мы признали обвиняемыми лиц в этом и направили дело на уголовное преследование. И сейчас оно в процессе? И там, я знаю, и там она была подпишена, не в полиции. Хорошо, давайте еще примем, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот по поводу баррикадных дел недавно, вы тогда уже работали. Убит был кинооператор Звайзна, Гвида Звайзна, прямо в спину, там, с стороны парка. Как совершилось расследование? Кто это сделал? Спасибо. Ну, я в это время не участвовал в расследовании этих дел, я работал в районе. Я знаю, что при генпрокуртуре была следственная группа, которая занималась и расследовала эти все вопросы. Я сейчас точно по конкретному не смогу ответить. Я, наверное, больше знаю, поскольку два полицейских погибло, да, которые, фактически, для нас это очень важно. И мы каждый день полиции, и 20 ноября, января, мы фактически встречаемся с его, ну, детьми, внуками и вдовами, да? Да, внуками это, там больше не знаем, а насчет Звайзна, я могу ошибиться. Но я знаю, что там было тщательно проведено расследование. Когда вы уже вот сообщили о том, что уходите, перечислили вот самые значимые для вас события, сейчас в основном повторили, уже тогда можно было увидеть, что многие обратили внимание, что вы не упоминаете резонансное убийство Мартинча Бункуса. Это очень громкое дело, которое, в принципе, до сих пор громкость свою сохраняет. Ну, вы не упоминаете его, потому что он не раскрыт, а он все еще продолжается, или почему, как вы вообще на него спорите? Я и говорил тогда, что, конечно, каждое дело фактически имеет уникальную сущность и должны быть доказаны. О том, что кто-то думает, что это виноват, не виноват, это неправильно. Я знаю, что по этому делу происходят следственные действия. Я знаю, что следствие идет вперед, и у меня нет сомнений, что мы дойдем. Родственники в этом плане, родственники Бункуса оказывают, конечно, большое давление и сохраняют этот шум в средствах массовой информации. И в частности, вот да, они те, кто обвиняют буквально полицию в бездействии, в затягивании процесса. Это неправильно. И они вспоминают то, что год назад, даже чуть больше года, в декабре 2018-го, вы говорили, что мы уже на финише. По-моему, даже чуть ли не такие были заголовки, что полиция знает, кто убил Марта Чебункуса. Но вот здесь, да, возникает вопрос по прошествии года, когда нам ждать? Еще раз говорю о расследовании. Это не, не знаю, посадить дерево в Белориум. Это фактически комплекс мероприятий. И если сегодня кажется, что ты очень близко, да, или это завтра, и тем более, что это сказано, а она не была так сказана, что мы уже тут знаем. Вопрос был о том, что наша цель по этому делу уголовное преследование. И мы это сделаем, что мы это дело направим на уголовное преследование. И я не отказываюсь от этих слов. Ну, то есть, если так, подытоживая, вы можете сейчас сказать, что дело будет раскрыто. То есть, понятно, что это может быть там не завтра, не после завтра, но... Я знаю, что по этому делу производится, ну, происходит следственное действие все время. Все время. И я знаю, что у следователей есть обзор. Они видят, что они хотят, и куда они хотят дойти. А вот такая тоже достаточно нечастая история для Латвии. Родственники Мартин Чубукса убитого объявили о вознаграждении в 10 тысяч евро, если не ошибаюсь, тем, кто может как-то помочь в раскрытии этого дела. Вот вы к таким действиям как относитесь? Они помогают полиции, наоборот, мешают? Или вообще параллельно идут? Моя жизнь всякая была. Моя, скажем так, если брать полицейские профессии, это следователи, это расследование дел, это уголовный розыск, это криминальная полиция, это и всякое было. Но главное, чтобы это, если есть такая возможность, скажем, платить, ну, то, конечно, ты должен понять, когда и кому платить, и за что. Ну, ни мы, ни полиция это оценивает, и нам не спрашивают оценивать, эта информация будет, помогать или не будет. Это расследование, к сожалению. Ну, то есть, особой помощи это не... По этому конкретному делу... В частности. Нет. Давайте еще звонок примем, слушаем вас теперь. Да, добрый день вашему гостю. Ну, вот есть служба внутреннего расследования МВД, я считаю, что она ошибочно подчиняется Министерству внутренних дел. Эту службу надо было бы выделить с точки зрения закона, чтобы она подчинялась, как к нам, хотя бы председателю вот этого правительства. Потому что это внутренняя служба, я с этим сталкивался, мне были дела, люди пострадали от того. То есть, человек, следователь, который производил... Там было связано с недвижимостью, была сделка, и человек лишился дома, да, пожилый человек. Две бабки, одной было 70, второй 90, да. Однократно была попытка возбудить уголовное дело. Полиция и следователи закрывали. Прокуратура опять его требовала возбудить. И так три раза. И в конечном счете потирали время, потирали... В этот человек решился о недвижимости. В этой сделке был виновен и нотариус. Там было... Юридически можно было доказать и привлечь нотариуса к ответственности, да. Поэтому внутренняя служба в течение недели после нашей жалобы взяла, уволила. Типа уже нету человека. Но ведь там факт, что можно было поработать у человека, а этого следователя привести к уголовной ответственности. Примерно поняли вас. Спасибо, спасибо, спасибо. У нас не так много времени. Ну, внутреннее бюро... Я бы, наверное, сказал так, что есть всякие принципы организации работы, да. Такая служба бывает странно, что она действительно рядом. Но она была когда-то в составе госполиции. Эта служба была. Ну, тогда, конечно, нам было много упреков со стороны суда по правам человека о том, что, ну, мы как бы сами нарушаем и сами расследуем, да, что это неправильно. Поэтому была создана эта служба при министерстве. И она существует. И сказать, что она в каком-то смысле заинтересована, нет. Я не согласен. Но она может быть, конечно, в другом подчинении. Но сегодня она так. И я не вижу, что она... Результаты есть. И вижу, что она и дает свои плоды. Вы много раз говорили о том, что полиция нуждается в молодых людях, молодых работниках. При этом, вы, конечно, можете меня поправить. Но, как кажется, если говорить о вот нынешнем этапе, то такого большого интереса нет. Плюс ко всему еще постоянно звучит, звучат мнения о том, что нынешняя молодежь не может сдать какие-то физические нормативы. И это уже как бы какое-то другое поколение. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Потому что понятно, что никаких реформ без молодых людей тоже не получится. Ну, скажем так, насчет того, что мы получаем пополнение, у нас проблем нет. Почему? Я объясню. Фактически у нас, соответственно, создан механизм, да, что мы фактически в году примерно принимаем 250 человек. То, что мы можем отработать. Мы это фактически, ну, 98, 97, 99 процентов исполняем. У нас больше проблема удержать тех, которые работают. Не в этом. То есть, если мы принимаем, скажем, ну, у нас такие, ну, три этапа. Ну, самый большой этап это у нас фактически сентября, с первого сентября мы принимаем в колледж. Где-то 120 человек. У нас приходит примерно 400, которые хотят. А остаются? Ну, и, скажем так, еле набираем эти 120. Да, потому что, вам уже сказано, во-первых, мы видим, что молодые люди свою биографию портят. Да, да, вы рассказывали, я помню, да. Да, потом это, конечно, это физическая подготовка, это психологическая подготовка. Но мы не готовы снижать эти требования. Да, да, потому что это, ну, у нас должны быть люди, которые понимают, что они делают. И если набрать, скажем так, цель, набрать полицейских, чтобы было, это можно сделать. Да, можно. Господин Георгий, последняя буквально минута у нас остается. Вот, если, говорить, вот вы покидаете свою должность, если вам, и вам, наверное, предстоит как-то своему преемнику сказать о том, что его ждет. Что бы вы сказали? Какие главные, с вашей точки зрения, вызовы ожидают полиция в ближайшее время? И какие, может быть, отрасли в нашей стране вы считаете наиболее темными и наиболее проблемными для полиции? Ох, это, как говорится, писать письма, да, ребята? Да, да. Письма писать. Нет, ну, я думаю, что самое главное, это то, что нужно системе, это стабильность. Это стабильность, чтобы каждый полицейский, который сегодня работает, который ослужил как минимум, ну, 10-15 лет, он понимал, знал, что он нужен, что с ним ничего не случится, не будут там изменены пенсионные законы или так далее. Но это уже от него не зависит, конечно. Да, но это должен начальник, скажем так, давать осуществление, да, что это будет, скажем, первое. Потому что сегодня человек – это главное. Человек, это всегда, но сегодня, тем более, человек – это ценность, это основное. Нет человека и не будет службы. Зачем служба без человека? И второе, скажите, нам надо будет заканчивать, потому что, ну, вот по поводу отраслей, самых проблемных. Да, это то, что эти, это фактические визовы, которые происходят. Это все время должно быть ухо на остре, и те фактические феномены, или те преступные писагальцы, которые, сегодня преступность тоже меняется. И должен быть все время чековать, что происходит, и чтобы у нас не было терроризма, что у нас не было тут, не знаю, организованной преступности, как центр, да, и, как мы видели, экономические преступления, обмивка денег, да, что еле-еле тут сейчас будет озвучать. И это полиция тоже очень много сделала для того, чтобы государство хорошо выглядело и на одно это денег. Спасибо большое. Начальник госполиции Инский Узиат был у нас сегодня в гостях. Еще раз спасибо и до свидания.